Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Мы собрали для вас самые главные новости из мира экономики и финансов на 24 мая. Итак, если коротко о динамике в четверг, мировые рынки чувствовали себя очень печально. И связано это с тем, что инвесторы переоценивают свое отношение к торговой войне, которая фактически уже превращается в войну технологическую. Так, в четверг в Китае были опубликованы официальные комментарии, которые говорят о том, что политика США против компании Huawei является неприемлемой. И до тех пор, пока она не будет изменена, говорить о каком-либо конструктивном диалоге будет невозможно. И, соответственно, торговое соглашение в настоящий момент для рынков выглядит практически недостижимой. И инвесторы настраиваются уже на затяжной торговый конфликт. Ну, давайте обсудим самые главные новости. И начнем как раз-таки с динамики цен на нефть, которая отчасти связана и с общим настроением рынка. Итак, тема номер один. На торгах в четверг нефть марки Brent опустилась до двухмесячного минимума. Упала ниже отметки 68, практически на 5% за один торговый день. Причина – публикация данных по нефтяной промышленности Соединенных Штатов Америки в среду. И там мы увидели сразу два негативных направления. Во-первых, в США резко выросли запасы черного золота. Они находятся на максимальном уровне за последние два года. В настоящий момент они подскочили до почти 5 миллионов баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение аж на 2 миллиона баррелей. То есть, такая динамика запасов говорит рынку о том, что фактически США готовятся к возможным перебоям с поставками нефти, которые могут быть связаны с иранским, венесуэльским или каким-то другим вопросами. Это первый момент. И второй момент – США также наращивают и производство нефти. И здесь вообще статистика аномальная. Американская нефтедобыча находится на максимальных уровнях за всю историю. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. И вот за последнюю неделю добыча была увеличена на 100 тысяч баррелей. Всего за последнюю неделю американские компании выкачали более 12 миллионов баррелей черного золота. Ну и в результате такой динамики нефти также вниз пошли и котировки основных нефтедобывающих, обрабатывающих компаний в Соединенных Штатах Америки. Там тоже в диапазоне 3-5% в течение сессии они теряли. Тема номер два, которая буквально возбудоражила российские рынки – это взлет акций банка ВТБ более чем на 10% за один день. Что произошло? Дело в том, что ВТБ сегодня опубликовал свою стратегию развития на 2019-2022 год. И там идет речь о том, что размер дивидендов может быть все-таки повышен до 50% от чистой прибыли по МСФО. Эта новость, безусловно, хорошая. И это делает акции ВТБ несколько более привлекательными в долгосрочной перспективе. По итогам 2018 года ВТБ заплатит только 15% от чистой прибыли. И, как объяснил министр финансов Антон Силуанов и по совместительству члена наблюдательного совета Банка ВТБ, такие скромные дивиденды за 2018 год связаны с внедрением стандартов базы 3. И нет, не отмена американского доллара, а увеличением требований к капиталу банков. И, соответственно, было найдено такое якобы компромиссное решение, что объем дивидендов снижен, но зато ВТБ будет более финансово устойчивым, условно говоря. Но уже якобы в следующем году этот подход может быть пересмотрен. Стоит ли покупать акции ВТБ сейчас? Но у меня есть очень много вопросов к ВТБ с такой более фундаментальной точки зрения, с точки зрения эффективности бизнеса этого банка. Поэтому, если, например, выбирать, то все-таки мне из банковского сектора сейчас несколько симпатичнее Сбербанк, чем ВТБ, даже несмотря на позитивную новость по дивидендам. Но я говорю не о спекулятивных каких-то покупках, а о пополнении долгосрочного портфеля. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, как вы относитесь к акциям ВТБ после сегодняшних новостей. Готовы ли вы добавлять их в свой портфель? Или, может быть, хотите заработать спекулятивно? Давайте обсудим. И, кстати, если вы еще не посмотрели видео о чистой прибыли, доходах и выручке компании у нас на канале «Обучающая», то я призываю вас это сделать, потому что все чаще и чаще мы в последних роликах обращаемся к этим понятиям. И я понимаю, что не у всех есть по ним ясность. Ссылка на обучающее видео будет внизу в описании к этому ролику. Переходим к новости номер три. Мы уже затронули тему Сбербанка. И поступало сегодня много вопросов мне о дивидендах Сбербанка. Что там, какие-то новости по этому поводу есть, но непонятно какие. Давайте разберемся. Нет, Сбербанк не будет пересматривать размер дивидендов. Там все так же 16 рублей на обыкновенную привилегированную акцию. Но появилась сегодня новость о том, что Центробанк хочет изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка для того, чтобы с их помощью покрыть свои убытки. Сейчас разберемся, в чем дело. Недавно появилась новость о том, что по итогам 2018 года Центробанк получил убыток в 434 миллиарда рублей. И многие были возмущены этим фактом. И теперь Эльвира Сахипзадовна пытается как-то объяснить ситуацию. Во-первых, она говорила о жизненно важной необходимости перевода части резервов ЦБ в юане на днях. Таким образом пытаясь оправдаться. И вот здесь как раз и подоспела новость о дивидендах Сбербанка. Дело в том, что по закону Центробанк должен перечислять в федеральный бюджет 75% своей прибыли. А так как он является владельцем Сбербанка на 50% плюс одну акцию, то, соответственно, за 2016 и 2017 год Центробанк от Сбера должен был получить почти 68 и 136 миллиардов рублей дивидендов соответственно. Но они были учтены не как доходы Центрального банка, а перечислены напрямую в федеральный бюджет. Такая странная немножечко логика была необходима раньше для того, чтобы компенсировать дефицит федерального бюджета. Но Набиулина сейчас говорит о том, что теперь дефицит бюджета у нас уже больше нет в стране. И, соответственно, Центробанку лучше бы учитывать вот эти доходы у себя для того, чтобы показывать лучшую отчетность. Поэтому нет, друзья, дивиденды Сбербанка не меняются, это просто скорее такая вот техническая мера. Тема номер 4. Друзья, кажется, впервые за всю историю Росстат признает свою ошибку и обещает провести расследование по итогам неправильной статистики. Да-да, вы не ослышались. Вот буквально в среду появились новости о рекордном росте промышленного производства в России, но оказалось, что здесь не все так чисто. Дело в том, что рост добычи газа, который вот изначально оценили в беспрецедентные 16%, на самом деле составил только 2,6%. А скачок нефтедобычи на 7,4% в реальности составил лишь 2,5%. Все намного скромнее. И после такого довольно громкого общественного возмущения, потому что многие экономисты после публикации официальной статистики удивились, ну как минимум она существенно расходится с данными Минэнерго, Росстат все-таки немного задумался, похоже, о своих действиях и признал ошибку и обещал пересчитать данные. Любопытно, что виноватым в такой ошибке признан Ямало-Ненецкий автономный округ, который, ну вот, соответственно, недостаточно верные данные предоставил. Если мне не изменяет память, то когда Росстат показал нам очень мощный рост ВВП за 2018 год, который также вызвал очень много вопросов, там тоже в Ямало-Ненецком автономном округе был скачок строительной активности, если я ничего не путаю. Так что какие-то там сидят очень неправильные счетоводы или, наоборот, правильные. И тема номер 5. На закуску давайте поговорим о том, что происходит в Великобритании, где политический кризис набирает все больше и больше оборотов. Британский фунт на торгах в четверг упал до 4-месячного минимума по отношению к американскому доллару на отметку 1,26. По отношению к евро фунт также слабеет. Дело в том, что в четверг стало понятно, что, похоже, часы Терезы Мэй на посту премьер-министра сочтены. И якобы даже уже в пятницу она может объявить о своей отставке. Да, Тереза Мэй многим не нравится. Она не может договориться с парламентом, не может договориться с Брюсселем и, наконец-то, провернуть тот самый Брекзит, который тянется уже не первый месяц. Казалось бы, уход ее с поста мог бы принести что-то хорошее в британскую экономику. Но нет, потому что в случае, если Мэй действительно уходит, то самым главным кандидатом на премьерское кресло становится такой эпатажный персонаж Борис Джонсон, который был в свое время мэром Лондона и которого даже называют британским Дональдом Трампом. Предполагается, что если Борис Джонсон займет кресло на Даунинг-стрит, то в таком случае Великобритания может все-таки громко хлопнуть дверью и выйти из Европейского Союза вовсе без сделки, так называемый жесткий Брекзит. Ну и другой вариант – это досрочные выборы. И вариант третий – это полный отказ от Брекзит. Но Борис Джонсон, скорее всего, третьего варианта не выберет. Аналитики говорят, что сейчас перспективы британской экономики и британского фунта крайне неопределенные. Это действует на нервы инвесторам. С одной стороны, если действительно Борис Джонсон займет это кресло, и если будет реализован жесткий Брекзит, то британский фунт устремится к отметке 1,20 по отношению к доллару или даже ниже. А вот если Брекзит будет отменен, то здесь вероятен рост к фигуре 1,5. Но, как вы понимаете, пока взвесить вероятность этих событий достаточно трудно, потому что слишком много вопросов, слишком много неопределенностей. И, пожалуй, самое страшное заключается в том, что непонятно, сколько еще месяцев или лет такая неопределенность продлится. А она вредит как британской экономике, так и европейской. Поэтому сейчас, как ни странно, эти два регионы являются скорее рисковыми, чем надежными для мировых денег. Хотя традиционно, казалось бы, где парковать большие капиталы в Лондоне. Но сейчас не все так однозначно. Переходим к вашим комментариям. Димон Димон спрашивает. Кэш в валюте и рублях держать на брокерском счете или выводить? Как поступаете вы? Дмитрий, я по возможности стараюсь выводить кэш. Номинально брокер держит деньги клиента на отдельном счете. Пострадать они не должны. Но все-таки рисковать я бы не стала, так как деньги на брокерских счетах, как вы помните, не страхуются. Ваши акции зафиксированы в депозитарии, являются вашей собственностью, с ними ничего не происходит в случае банкротства брокера. А вот с наличными деньгами есть некоторые вопросы. У меня, кстати, просьба к нашим опытным подписчикам. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас опыт, во-первых, перевода акций, активов финансовых от одного брокера к другому. И как происходил этот процесс, насколько долго и трудно. И, может быть, кто-то оказался клиентом закрывшегося брокера. Расскажите, какой была именно последовательность действий и насколько вообще там тяжелым, неприятным был этот процесс. Про торговую войну Юрий пишет. Кто бы не победил в торговой войне, это будет первого победы. Я совершенно с вами согласна. Именно поэтому рынки все-таки надеются на достижение компромисса какого-то более-менее рабочего. Только это позволит мировой экономике, ну, в общем-то, продолжить себя чувствовать комфортно. Максим Евдокинка пишет по поводу защитных активов. Йена – страшный, безбашенный актив. Мы говорили о японской йене, которая является защитной гаванью в период кризисов. Максим пишет. Она умудрялась расти в момент испытаний корейской ракеты. Напомню, Северная Корея испытывала бомбу, которая пролетала над Японией. И там было не очень понятно, будет она существовать или не совсем. Да-да, а японская йена и в такие периоды может укрепляться. Ну и последний комментарий. Ренат пишет. Книга на столе Илона Маска – это уши заказчика торчат, а кризис не за горами. Друзья, действительно, в прошлом ролике у меня на столе лежала книга Илона Маска. Ну, вы меня действительно, Ренат, раскусили. Вот буквально вчера мы с Илоном общались. Он мне говорит. Слушай, Кир, ну вот в Тесле дела просто беда. Мы уже просто на грани. Там прогнозы жуткие. Морган Стэнли нас мочит. Помоги, хоть ты подними. Продажи книги положи на стол на своем канале. Может, как-то я это сведу концы с концами. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Если было полезно, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Пишите в комментариях все, что вы думаете о текущей ситуации на финансовых рынках. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Подписывайтесь на наше сообщество в социальных сетях. Там мы каждый день публикуем также и в текстовой версии подборки главных новостей из мира экономики и финансов. До новых встреч и всем удачи!